Густые леса, вольные степи, бескрайние моря, величественные горы. Именно здесь зарождается новая форма жизни. Вольная жизнь. Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Петровский. И сегодня мы поговорим о том, как разумно уменьшить вес походного рюкзака. Вырваться на несколько суток из шумного города на природу – это очень здорово. При этом следует помнить, что в туристическом походе одной из самых сложных сторон является переноска груза. Несколько простых, но весьма эффективных советов, которые помогут сделать ваш походный рюкзак намного легче. Итак, в ходе планирования маршрута стоит обратить особое внимание на наличие не только достопримечательностей, но и питьевой воды. Расположение на вашем пути нескольких источников, колодцев, горных ручьев избавляет от удовольствия тащить за собой сразу несколько килограмм. Если о наличии воды ничего неизвестно, прокладывайте маршрут поближе к населенным пунктам. Старайтесь останавливаться на ночевку именно возле источника питьевой воды. Это колоссальная экономия сил и времени. Если качество воды вызывает у вас сомнения, воспользуйтесь одним из способов ее очистки. Если продолжительность похода не превышает трех суток, то не обязательно варить пищу в котелке, да и вообще оставить его дома, а запаривать еду прямо в своей миске. Для этого отлично подходят все воды хлопьев, вермишель быстрого приготовления и тому подобное. Одной железной эмалированной кружки кипятка, заваренного прямо на горячих углях, вполне хватает на одну порцию пищи. А пока все это дело запаривается, опять поставьте на угли кружку воды, когда закипит, заварите чай или кофе. Кстати, миску и кружку можно с таким же успехом заменить обычным агромейским котелком. И еще одно. Если на маршруте будет возможность докупить продуктов, то будет нерационально отправляться в поход с полным запасом провианта. В летнее время пользоваться спальным мешком не обязательно. В таком случае необходимо одеть перед сном теплые шерстяные носки. Укрыться же можно тем, что у вас есть. Плащ-палаткой, свитером, курткой и тому подобное. Палатка в походе вещь весьма хорошая, но весит она более 2 килограмм. При желании можно соорудить альтернативный вид укрытия, шалаш, навес и прочее. В будущем мы планируем уделить этой теме большое внимание в наших последующих видеосюжетах. Все вышеуказанные советы уже доказали свою эффективность на практике. Надеемся, что они станут вам полезными или хотя бы натолкнут нас на создание собственных идей о том, как облегчить походные снаряжения. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Вольная Жизнь. До новых встреч!